Ребята, всем привет! Сегодня у нас с вами необычное видео, и я появляюсь в кадре не с пустыми руками, а с туртиком и свечками. И это, опять же, не просто так, а у моего канала сегодня день рождения. 10 марта моему каналу исполнилось 3 года, и я считаю, что нужно задуть свечки, загадать желания и стремиться покарать новые высоты. Поэтому давайте вместе с вами загадаем желания и на раз-два-три задуем свечки. Тут, кстати, их три, ровно столько, сколько исполнилось моему каналу. Раз, два, три. Я привел с дейтойю. В честь такого праздника я решила снять какое-то тематическое видео, и это будет вопрос-ответ. Привет! Вы меня в этом поддержали. В Телеграме вы задали мне очень много разных вопросов, поэтому на них я сегодня отвечу. Кстати говоря, если ты еще не подписан на мой канал, то обязательно подписывайся. Также ссылочки на мои другие социальные сети ты сможешь найти в описании под этим видео. Обязательно заходи. Давайте с вами сначала просто познакомимся. Возможно, на это видео перейдет кто-то новенький, и ты не знаешь вообще ничего обо мне. Меня зовут Настя. Я живу в городе Саратове. Мне 17 лет. Совсем скоро мне исполнится 18. Я буду совершенно летней. Мое день рождения будет 30 апреля. И я по знаку с Диакателец. Это такая краткая информация обо мне. Очень много вопросов вы задаете по поводу обучения. На кого я учусь? Когда я закончу учебу? Какие мои планы после учебы? Хотя я много где рассказывала про это, но все равно поступают такие вопросы. Поэтому здесь, в этом видео, я отвечу на все вопросы по поводу учебы. Где же я учусь? Я учусь в Радской государственной юридической академии. Получаю я среднее профессиональное образование, то есть учусь в колледже. По специальности правоохранительная деятельность. Моя учеба длится 3 года 6 месяцев. Сейчас, на данный момент, я нахожусь на втором курсе, на втором семестре. И мне осталось учиться всего полтора года, и все. Мое обучение заканчивается. Я уже жду, не дождусь этого момента. Хочу поскорее закончить. Также множество вопросов. Что же я буду делать после колледжа? Пойду я учиться на вышку или нет? И по какой сфере я буду продолжать учиться? Да, 100% я буду получать высшее образование. Буду поступать на вышку. Но я еще не определилась, куда именно я хочу поступать. Сейчас у меня как бы проложено две дороги в моей голове. Вроде бы одновременно я хочу получить высшее образование по сфере юриспруденции. Но в тот же момент все-таки больше лежит моя душа. И больше мне, наверное, интересно. Какая-то творческая деятельность. Что-то связанное со съемкой. Ну, в общем, с моей деятельностью это видеоблог, видеоблогинг, это съемки, это разговор на камеру. И, ну, как бы вторая дорожка это какой-то, возможно, журналистика. В общем, связанное с камерой. И пока я точно не могу определиться, с чего же я хочу больше. Но 100%, что я знаю, я буду учиться 100% на заочки. Потому что не совсем понимаю, зачем идти в колледж, а потом учиться опять на очки. Если в колледже ты 100% учишься на очки, то потом еще тратить свое время и еще учиться на очном обучении. Это вообще, это кошмар. Я не готова столько лет просидеть в кабинете на учебе. Это меня очень сильно, на самом деле, утомляет. Еще вопросик по поводу обучения. На самом деле, в конце девятого класса, нет, даже раньше, в начале девятого, там, в конце восьмого, в начале восьмого, когда я начинала задумываться про то, куда я хочу пойти учиться и кем я хочу в будущем работать. Хотя, на самом деле, это очень сложно сделать, сложно решить в столь юном возрасте. И это просто были какие-то, ну, мгновенные желания, которые менялись постоянно, каждые, там, полгода, каждые два-три месяца. Как бы ты еще ребенок и, ну, ты хочешь попробовать все. Поэтому я не знаю, как можно в таком раннем возрасте решить, чего же ты хочешь. Много куда я хотела пойти учиться. Сначала это был медицинский. Я, на самом деле, в медицинский хотела подавать документы, но я не подала. Вот, потом это был дизайнер. Я хотела пойти учиться на дизайнера. Но потом я посмотрела кучу видосов на ютубе про как раз-таки эту профессию, про то, как девочки и мальчики учатся. И я увидела, сколько они рисуют. Во-первых, я не умею рисовать. Нет, как бы я могу срисовать, там, смотрю на какую-то картинку. Это получится хорошо, в принципе, красиво. Но, во-первых, я это очень не люблю делать. Я могу порисовать, помочь кому-то что-то нарисовать. Вот, но постоянно, каждый день там сидеть, каждый... Ну, да, по сути, в дизайнерском, наверное, все, что ты делаешь, это, скорее всего, рисуешь. А я так не смогла бы, потому что мне вообще не нравится это дело. Изредка, очень редко я могу порисовать. Иногда у меня появляется такое желание. Но это вообще рядом не стоит с моим любимым делом. Не жалеешь... Ну, и, собственно говоря, третий вариант, куда я хотела пойти учиться, это в юридический. Жалею ли я или нет. На самом деле иногда появляются такие моменты в голове, зачем я пошла учиться сюда, если бы я могла там остаться в 11 классе и потом пойти учиться на вышке. Либо же пойти в медицинский, учиться в медицинском, потом пройти курсы на косметолога, допустим, и работать косметологом. Такие у меня тоже появлялись мысли в голове. Либо пойти учиться на дизайнера, ведь это творческая работа. И мне такое нравится, и мне, скорее всего, бы нравилось. Вот, но, опять же, я не знаю, как все могло бы повернуться, если бы я работала, училась бы в медицинском, либо же училась на дизайнера. Ну, то, что я пошла учиться в юридический, я не жалею. Как бы я не могу знать, как бы было бы, если бы я училась в другом поместе. Но на данный момент я рада, что я пошла учиться в юридический. Да, иногда появляются такие мысли, что зачем я туда пошла, мне не особо интересно там, еще что-то. Но также появляются другие моменты, когда все получается, когда вот ты хорошо там учишься, у тебя хорошие отметки, и тогда у тебя сразу все гуд. Я так рада, что я здесь учусь. Ну, в общем, это все волнами. Не знаю, правильно сделала ли я решение, чтобы ушла учиться на юриста, но жизнь покажет. Но вообще, ну, как бы я не жалею. Все, что не делается, делается к лучшему. С учебой мы закончим, и перейдем уже к следующим вопросикам. Были ли когда-то загоны какие-то? Первый пункт — это внешность. На самом деле, по поводу внешности, у меня никогда не было никаких загонов, потому что я с самого детства считаю, что каждый человек по-своему очень красив, и не бывает на земле некрасивых людей. Все красивы, но по-своему. И я не понимаю, почему у некоторых людей бывают такие загоны. Я вот просто не могу понять. Ведь, ну, ты родился вот таким вот, значит, это как бы твое прозвание, это твое тело, и оно должно нравиться тебе, каким бы оно ни было, потому что каждый по-своему красив, и нету вот этого идеала красоты. Он для каждого свой. По поводу веса у меня тоже никогда не было никаких ни комплексов, ни загонов, так как я всегда, ну, была в одном примерной весе, и выглядела приблизительно одинаково. А по поводу волос, тоже у меня никогда не было загонов. Ну да, там иногда мне хочется, там, подстричься под каре, допустим, да. Ну, сейчас я не хочу. Подстричь, там, кончики, либо вот русская каре сделать, либо там покраситься в блонд, либо покраситься в родной свой цвет, как я сейчас. Но это не загоны, это скорее просто эксперименты, хочется каких-то изменений, и я не отношу это как бы к загонам. Вообще, девочки, вы все очень красивые, каждый по-своему, и не нужно загоняться по таким, на самом деле, мелочам. Что? Что тебе нужно? Ты пришел умешать, я поняла. Это ты делаешь хорошо. Какие были первые шаги в блогерстве? Как пришла идея снимать? Начнем, наверное, с первой части вопроса, какие были первые шаги в блогерстве. Начиналось все с того, чем все и закончилось. Первый шаг, это был YouTube. В классе пятом, шестом, может быть, четвертом, я не помню когда, это было точно, но я уже снимала на YouTube, я выставила на YouTube три видоса, целых три видоса, и у меня было там в районе 100-150-200 просмотров, но потом я удалила эти видео, потому что мне стало страшно, боязненно, то, что видео увидят мои одноклассники, либо в целом, ну, ребята из школы будут смеяться, угорать надо мной, то, что вот я снимаю на YouTube, там какой-то у меня ракурс не то, что-то еще не то, и будут над этим смеяться, и поэтому я удалила свой канал и все видео. Хотя нет, скорее всего, канал остался, а видео удалены, но если поискаю, то, возможно, даже можно найти на просторах YouTube мой канал, возможно, даже с каким-то видео, я не помню точно, я удалила или нет. В общем, вот такой был первый шаг. Ну, а потом, просто, понятное дело, TikTok, мне кажется, все в TikTok выкладывали какие-то видосики, там Instagram тоже фоточки выкладывала, но как Instagram, на самом деле, меня не особо протягивает площадка, мне не особо нравится, просто, если выкладывать фотографии, делиться, то да, это как бы прикольная социальная сеть, но по ведению блога мне гораздо больше нравится YouTube. Мне кажется, это более интересная платформа, что ли, здесь можно снимать длинные ролики и делиться больше своей жизнью, чем в Instagram, что ли. Поэтому я как бы и не могу, скорее всего, вести нормально Instagram, у меня просто не получается, ну, не моя эта площадка. Второй вопрос. Как пришла идея снимать? Вот на эту часть вопроса я тоже никогда не отвечала, никогда меня, в принципе, наверное, даже и не спрашивали вы, но сегодня я готова поделиться этим с вами. Это был конец 8-го, начало 9-го, где-то класса, если я не ошибаюсь, у меня была подружка, мы очень с ней хорошо общались, часто гуляли, ходили друг к другу в гости, в общем, всё было чики-пуки. И как-то на каком-то уроке мы благополучно листали TikTok, что-то там смотрели каких-то блогеров, и она мне предложила, ей пришла в голову мысль, чтобы мы тоже попробовали начать снимать видосики в TikTok. Вдруг у нас тоже получится, вдруг мы станем популярными, и всё будет круто, мы найдём свою аудиторию. Казалось, всё это таким лёгким, ну, типа, просто снять видео, и оно сразу же зайдёт в рекомендации. В тот момент это именно так и казалось. Когда мы сидели на уроке литературы или русского, я не помню. И всё, мы такие договорились, типа, всё, мы создаём свой TikTok, будем снимать туда видосы, и всё у нас будет круто, мы станем миллионниками, вот, и всё будет отлично. И как-то мы пришли, опять же, в гости к этой девочке, создали мы, не помню, когда и как это было, TikTok, это был TikTok не мой, не общий, а этой девочке, моей подружке, кстати говоря, эта подружка не Настя, потому что вы можете подумать, что я про неё, но нет. Мы создали этот TikTok, ей сняли туда видео, одно или два, не помню, она его выставила, он совсем не зашёл, там вообще практически не было просмотров, подписчики, понятное дело, не шли, но видосик, кстати говоря, реально был очень прикольный, где-то он у меня даже сохранился и есть, и мне он реально нравился, типа был классный, там было просто много-много нарезок, так мы, типа, дурачимся. Вот, с TikTok у нас не получилось, и на тот момент мы смотрели с этой девочкой блогершу Карамбэйби, или не Карамбэйби, короче, какая-то девочка, которая снимала очень смешные видосы, блин, наверное, я не помню вообще, как её зовут, короче, все её сравнивают с Карамбэйби, говорят, что она похожа, я не помню, как её зовут, но на тот момент мы смотрели её видосы, и нам нравился этот формат, ну, просто снимать какие-то прикольчики, челленджи, что-то такое вот она снимала, и моя подружка предложила снять, опять же, видео, но в этот раз уже на YouTube, и я поддержала, думаю, ну, всё, круто, вдруг у, как бы, ну, на TikTok не получилось, а на YouTube получится. Опять же, эта девочка создала свой аккаунт на YouTube, мы сняли влог, не помню, куда-то мы ходили, что-то мы тоже снимали, я помню, ей подарили камеру GoPro, и на неё мы снимали влогик, она его смонтировала, он ей не понравился, и она его не захотела выставлять, как-то это было так, вот, вообще, что-то у меня пропало это из головы, очень точечно помню эту историю, и чтобы поддержать её, я решила создать свой тоже YouTube-канал, и, как бы, выставлять на свой YouTube-канал свои видосы, свои влоги, а таким образом, чтобы она увидела то, что, ну, как бы, мне не страшно, и ей тоже было не страшно, и она тоже выставляла, то есть я создала аккаунт не для того, чтобы, как бы, с какой-то целью снимать, выставлять туда влоги, или ещё что-то, а чтобы просто поддержать эту девочку, вот, в итоге я выставила раз видео, эта девочка не выставляла больше, и, не знаю, было стрёмно, ещё что-то не хотела, она занравилась, не знаю причину какую, два выставила я видео, думаю, почему, как бы, я поддерживаю, но она не выставляет, три, четыре, пять, и потом мне это так полюбилось, понравилось, и я продолжала выставлять видосы, она перестала их вообще выставлять, и уже не снимала, и не старалась, и всё, как бы, вот так я начала снимать влогики, и так я создала аккаунт, и, кстати говоря, моё название моего канала, Анастасиис, придумала именно эта девочка, потому что я вообще не думала, что это всё закрутится, завертится так, что сейчас у вас 20 тысяч, я просто это сделала ради поддержки своей подруги на этот момент, и после, буквально, наверное, через месяц того, как я начала снимать, мы перестали с ней вообще общаться, а вообще, с самого детства я очень люблю снимать, у меня была камера, мне подарили родители камеру, наверное, мне было лет 10-11, Sony, это была такая мыльница розовая, на неё я тоже снимала, кстати, влоги на свой канал, я думаю, вы помните, эту камеру, и вот в эти 10 лет я снимала, как я играю в Little Spade Shop, я думаю, девочки знают и помнят эти игрушки, мне очень нравилось всё снимать, там просто ходила по дому, показывала свои вещи, ещё что-то рассказывала, но эти видео никуда не попадали, я их никуда не выкладывала, потому что мне было 10 лет, и я вообще не знала существования Ютуба, скорее всего, у меня был планшет, я помню, и всё, что я делала, это я играла в игры из Play Market, какие-то там мой том, и всё вот в этом роде, вот, но всегда мне нравилось что-то снимать, фотографироваться, это прям какая-то у меня с самого детства лежала душа, Следующий вопросик, твой самый сильный страх, на самом деле, я особо ничего не боюсь, мне что-то может быть неприятно, как, допустим, змеи, там, пауки, сороконушки, ещё кто-то, насекомые, они мне могут быть неприятны, но прям, чтобы боялась, нет, если мне нужно, я возьму этого паука, если мне нужно, я его сожму в кулаки, раздавлю, то есть это не прям сильный страх, это просто, ну, неприятность к этим живностям, они мерзкие, и всё, но если нужно, я смогу это сделать, как такового прям страха-страха к окружающему миру, у меня нету, то есть к людям, там, к животным, к насекомым, нет, просто что-то неприятно, вот, но если говорить про самый сильный страх, то, наверное, это остаться в одиночестве, остаться одной, я начинаю сходить с ума, у меня просто начинает кипеть голова, и возможно, именно из-за этого я начала снимать блог, тоже мне это полюбилось, понравилось, потому что, когда я остаюсь одна, у меня хоть есть с кем-то, то есть с вами я могу поговорить, и таким образом, я не остаюсь в одиночестве. Следующий вопросик, на самом деле, вопросик-помощник для некоторых девочек, что дарила Илье на день рождения в начале ваших отношений? Ну, мы переформируем этот вопрос, и вы меня просто часто спрашиваете, что я дарю Илье, и реально, когда какой-то праздник, я тоже обращаюсь к таким видео, что подарить парню на день рождения, что подарить там парню на Новый год, потому что реально, вот когда у тебя через неделю у твоего молодого человека день рождения, а у тебя нету подарка, то у тебя просто такой кипиш в голове, типа, блин, что дарить, у меня вообще нету идей. Сейчас постараюсь вспомнить все, что я дарила, и рассказать вам в этом видео, чтобы, возможно, у вас появились тоже какие-то идеи подарков. Ну, вообще, на первый день рождения я сто процентов помню, что я подарила. Я подарила ему стакан с гравировкой волка. На тот момент он очень любил животного волка. Он сказал, что это его любимое животное на тот момент. И я набила на стакане картинку волка, нашла в интернете. Вот. И сзади на стакане написала дату, когда мы начали встречаться. Вот. Также это было кофе его любимое, из кафе, не помню, как оно называлось, но такое в порошочке, ну, банку я надела, не пакетик, я подарила ему банку с пенкой, получается, кофе. Вот. И шоколадка, по-моему, это была. И это был весь подарок на день рождения. Потом я еще дарила, не помню, что это был день рождения или Новый год, день рождения, тоже уже следующая, получается. Я подарила ему драгонфрукт, я думаю, все знают, это такое, ну, как будто бы сердце дракона. На самом деле, мне тоже хотелось очень сильно попробовать этот фрукт, и я тоже постоянно хотела, он говорил мне об этом, поэтому я его подарила. Потом гантелю, я делала сама, как я его только, из чего я там его только не делала, из говна и палок, пыталась лепить, сделать гантелю из подручных средств, из картона, из втулки, от туалетной бумаги, потому что мне нужно было, ну, типа, для ручки, вот такую продлиненную, продлиненную какую-то картонку, вот, и, получается, гирки у меня были в виде сникерса, то есть я налепила кучу-кучу сникерсов, там было порядка 30 конфет сникерса. Очень крутой подарок был, Илье очень сильно понравился. Вот, и еще, я помню, что-то дарила вместе с драгонфруктом и гантели сникерсов, но я не помню, что это было. Потом на Новый год я ему дарила книжку самодельную с нашими воспоминаниями, там я налепила кучу фотографий, не только со мной, но также с друзьями Ильи, там разные угарные фотографии, которые есть у меня в моем телефоне, либо же в сохраненных фотографиях у моих друзей, и это тоже очень душевный крутой подарок, берите на заметку девочки. Но там очень было много страниц в этой тетради, она до сих пор не заполнена, и я хочу как-нибудь ее забрать у Ильи и доклеить, заполнить полностью эту тетрадь. Потом я дарила Илье часы, на последний день рождения я подарила ему белую рубашку, запонки и галстук, потом это был кошелек, картина по номерам с нашей фотографией, ну в общем-то, так на самом деле, не вспомнить все подарки, которые я дарила Илье, потому что их было очень много, и сразу обережу вопрос, сколько вместе мы с Ильей, с ним мы вместе четыре с половиной года, уже больше, чем четыре с половиной, там уже четыре восемь, четыре семь месяцев, где-то так, наверное. Начали мы встречаться, кому интересно, вы можете сами посчитать, сколько мы вместе, начали мы встречаться 8 июля 2018 года, здесь я ничего не запомнила, не напутала. Также вы часто спрашиваете меня на ютубе, в комментариях под видосами, и тут появился тоже, есть вопросик в телеграме, тема, связанная с Настей. Это была моя подружка, часто она появлялась в моих роликах, часто мы снимали видосики, вам они нравились, что-то мы постоянно с ней обсуждали. Вопрос звучит так. Почему я перестала общаться с Настей? Была какая-то причина, обида, или хотя бы область, из-за чего не обязательно всё рассказывать, но думаю, это интересно и непонятно тем, кто смотрит себя давно. На самом деле, как таковой причины нету, просто у меня есть на неё небольшая обида, как я думаю, и у неё на меня, честно говоря, не знаю, какая у неё может быть на меня обида, но у меня на неё она есть, и не совсем корректно будет, если я её озвучу, потому что это всё-таки проблема между нами. Не общаемся, мы с ней уже очень-очень долго. Главная причина, почему, наверное, мы перестали общаться, мы просто очень стали разными, мы общаемся с ней, дружили с четвёртого класса, мы вместе с ней росли, но в какой-то момент у неё появилась своя компания с тем, с кем она стала гораздо больше общаться, тусить, отдыхать, а у меня появилась своя компания, с которой я стала больше отдыхать, тусить, вот, и в какой-то момент наши отношения, наша дружба, всё расходилось и расходилось, мы всё меньше и меньше виделись, всё меньше и меньше общались, всё меньше и меньше доверяли друг другу. Вот. И в общем-то просто у нас теперь разные взгляды на мир. Скажем, вот так. Поэтому мы перестали общаться. Ну, вообще мы еще с ней не общаемся. Кому это интересно? Теперь вы знаете ответ на этот вопрос. В общем-то на этом, наверное, видео будет подходить к концу. Я ответила практически на все вопросы. Они были между собой очень похожими. И на многие вопросы я уже отвечала, поэтому я их пропускала. Ответила на те, которые посчитала самыми интересными. Если тебе понравилось это видео, то обрадуй меня своей подписочкой. Оставь колокольчик, чтобы не пропускать ни одно моё новое видео. И если у тебя еще есть какие-то вопросики, что-то тебя еще заинтересовало, то пиши в комментариях, я с радостью отвечу. А на этом видео подходят к концу. Еще раз всех поздравляю с Happy Birthday моего канала. Спасибо за просмотр и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok